МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите большие новости на телеканале Волгоград-1. Итоговый обзор главных событий минувшей недели представляю я, Екатерина Алдухова, и мои коллеги-журналисты телеканала Волгоград-1. На оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, были даны поручения руководителям профильных ведомств о подготовке и особенностях проведения мероприятий на продолжительных майских праздниках. Главная задача, подчеркнул глава региона, обеспечить комплексную безопасность жителей. В этом году по указу президента России Владимира Путина майские праздники с 1 по 10 мая объявлены нерабочими днями. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации Волгоградской области, которая характеризуется как стабильная и имеющая положительную динамику, оперативным штабам принято решение о проведении основных, ставших уже традиционными в эти дни мероприятий в очном формате. В плановом порядке продолжить работу по подготовке, организации и проведению памятных торжественных и праздничных мероприятий. Особое внимание уделить вопросам обеспечения комплексной безопасности, безусловному выполнению действующих санитарно-эпидемиологических ограничений в соответствии с рекомендацией главного санитарного врача, в целях предупреждения и ликвидации возможных ситуаций аварийного и чрезвычайного характера, провести корректировку расчета сил и средств, а также создать необходимый запас материальных и технических ресурсов. Вопросы подготовки мероприятий, обеспечения их комплексной безопасности были детально рассмотрены членами постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка Волгоградской области. Приняты соответствующие решения. Межведомственная работа проводится по всем направлениям. Координатором является специально созданная рабочая группа. В период праздничных и выходных дней во всех органах власти, органах местного самоправления будут организованы круглосуточные дежурства ответственных лиц. В бюджетных учреждениях, отвечающих за бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, также будут организованы круглосуточные дежурства ответственных лиц и произведено усиление ремонтно-восстановительных бригад. Необходимо продолжить работу по подготовке организации и проведению памятных торжественных и праздничных мероприятий с соблюдением мер безопасности. Такую задачу на оперативном совещании поставил руководитель региона перед главами муниципальных образований. Продолжить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации. При этом особое внимание обратить на лесной фонд и территории возле водных объектов. Обеспечить контроль проведения полного комплекса профилактических мер. В центре особого внимания властей всех уровней в дни праздников должны быть фронтовики и ветераны Великой Отечественной войны. Глава муниципальных образований осуществить подомовой обход всех фронтовиков, ветеранов. Привлечь к этой работе молодежь, волонтеров и добровольцев. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен оставаться без должного внимания. Екатерина Алтухова, Татьяна Крючкова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Сотрудничество высших и среднеспециальных учебных заведений – это важный шаг к подготовке в регионе целой плеяды молодых и талантливых профессионалов, которые восполнят дефицит специалистов в различных областях. Поэтому в стенах Волгоградского технического университета состоялось подписание договора между Волгоградской области и ведущими колледжами региона о внедрении совместных образовательных программ. Подробности в нашем следующем сюжете. Как правило, студенты колледжей, в отличие от многих выпускников школ, к моменту получения высшего образования уже прекрасно представляют свой дальнейший вектор развития. Однако сотрудничество СУЗов с университетами помогает ребятам изучать новые образовательные программы и модули, чтобы выбрать для себя интересную и востребованную специальность. Так в Волгоградской области прошли целые лекции для студентов колледжей. Рассказывали нам про такие специальности, как энергообеспечение предприятий и строительство и эксплуатация объектов нефтегазовой отрасли. Вот скажи, твоя специальность в колледже какая? Электрические станции, сети и системы. Вот то, что ты сегодня услышал, тебе это было полезно? Полезно и интересно. Это не просто разовая акция и даже не день открытых дверей. Теперь сотрудничество технического университета и колледжа региона набирает обороты. Создается целая образовательная программа, которая поможет студентам СУЗов освоить специальности передовых технических сфер. Использование ее возможностей и для практики, и для многого другого профориентации, для главной цели подготовки кадров высокого уровня, конкурентноспособного уровня для ведущих отраслей экономики нашего региона. В этом направлении, конечно, технический университет является очень перспективным. Одним из ведущих строительная, химическая промышленность, машиностроение, IT-технологии и многое-многое другое. Подписанное соглашение между руководством Волго-ТУ и Волгоградских колледжей позволяет учебным заведениям не только обмениваться образовательными программами, но и дает ребятам доступ к университетским лабораториям. Все это делает техническое образование еще более востребованным. Сейчас среднее профессиональное образование очень востребовано у молодежи, и многие после этого размышляют о получении дальнейшего высшего образования. Но возникают разные вопросы, то есть длительность сроков, стыковка-нестыковка профилей. Вот все вот эти барьеры, мы призваны сейчас, договорились с директорами, снимать все эти барьеры, обмениваться модулями программы с тем, чтобы учащиеся колледжей в процессе обучения могли уже познакомиться с тем или или иным направлением в ВУЗе, поработать в той или иной лаборатории, может быть, реализовывать уже какой-то проект. Кроме того, такая программа позволит искоренить все еще существующие предрассудки против среднеспециального образования. Колледжи выпускают технически грамотных специалистов, которые в будущем смогут расширить свои знания или получить дополнительную специальность в стенах университета. Для студентов колледжа очень важно еще при поступлении в колледж понимать свою образовательную траекторию и идти к той цели, которая будет многоступенчатым образованием. Естественно, что профильное образование в СУЗе, плавно переходящее в высокую квалификацию вузовского образования, это то, что очень привлекает. В Красноармейском районе Волгограда полностью завершено обновление поликлиники. На ее базе будет сформирован современный медкомплекс. Далее пройдет капремонт и дооснащение основного семиэтажного корпуса больницы. И начнется строительство отдельной подстанции скорой помощи с комплексным благоустройством прилегающей территории и новой дороги. Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход модернизации учреждения здравоохранения клинической больницы скорой медицинской помощи номер 15. Сейчас в обновленной поликлинике идет плановый прием пациентов. Так же, как и продолжается работа в отделениях дневного стационара, специализированной амбулаторной медпомощи и стоматологии на третьем и четвертом этажах. Лечебный комплекс обновился полностью. После ремонта было закуплено 74 единицы медоборудования и новая мебель. С 2019 года наше учреждение находится в активной программе обновления. Мы выполнили ремонты в поликлинике от технического этажа до подвала. Мы проектируем ремонт здания стационара. Это будет капитальный ремонт со всеми современными требованиями. Огромное внимание администрации региона было уделено до оснащения учреждения. Мы получили новое рентгеноборудование. Среди них два компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф. Это рентгеноборудование для центра амбулаторной онкологии. Это реанимационное оборудование. Это оборудование для инфекционного госпиталя. И к 2023 году, в этот год последние будут проведены работы по благоустройству, по строительству вертолётной площадки, мы закончим обновление нашего учреждения. Результат работы нравится и персоналу, и пациентам. На техническом этаже разместились кабинеты для медработников, рентгенархив, каталоги, медицинская документация, комнаты приёма и выдачи медицинского белья, складские помещения. Все хранится, все помещения, все аккуратненькие. В приёмном отделении больницы, расположенном в основном семиэтажном корпусе, отремонтирован первый этаж. Здесь оборудован специальный двухполосный въезд для двух автомобилей скорой медицинской помощи. До конца этого года мы отпроектируемся. Здесь определились, что на базе 15-й больницы будет построен центр оказания скорой медицинской помощи. Прямо здесь площадку определили, она будет здесь находиться. До конца этого года будет отпроектирование, и мы приступим к работе. То есть мы создадим на территории Красноармейского района такую современную скорую медицинскую помощь. Задачи по модернизации решались параллельно с повышенными нагрузками из-за COVID-19. Сегодня здесь идёт плановое сокращение инфекционного коечного фонда. Для других пациентов открыто 439 коек круглосуточного стационара. В этом году мы завершим работы по созданию здесь такой современной реанимации. Эти работы будут в этом году завершены. Ну и, конечно, мы в этом году завершим проектирование основного семиэтажного корпуса, чтобы уже потом планово приступить к его полностью работе. Поэтому, ну и окончательный этап – это, конечно, проведение окончательной территории в порядок. Мы с вами здесь, когда начинали эту работу, вы это помните. Вопрос же не только, он самый важный, конечно, это вопрос создания на территории 15-й больницы современного медицинского комплекса, но и ближайшая территория. Она тоже должна быть приведена в порядок. Поэтому мы продолжаем работы по переводу земель из федерального управления на управление регионом. Мы удовлетворены ходом работы. Напомним, городское учреждение здравоохранения, клиническая больница скорой медицинской помощи номер 15 – один из стратегических базовых объектов здравоохранения, который оказывает необходимую помощь жителям Красноармейского, Кировского и частично Советского районов Волгограда, а также Суровикинского, Калачёвского и других, включая Республику Калмыкия. С 2014 года в комплексное обновление лечебного заведения вложено 680 миллионов рублей. Масштабный ремонт медучреждения и дооснащение его по третьему самому высокому уровню планируется полностью завершить в 2023 году. В ближайшем будущем мы получим практически новое лечебное учреждение. Потому что завершены работы по приемному отделению, вы видели прекрасные въездные группы, впереди строительные работы в реанимации, оперблоги. Я начинала работать в этой больнице, и мне особенно приятно видеть, как идет модернизация этого замечательного лечебного учреждения. В Волгоградской области продолжается системное развитие регионального здравоохранения. От модернизации первичного звена до строительства медицинских центров федерального уровня. Руководство региона представило президенту Российской Федерации предложение по формированию единой современной пациентно-ориентированной системы здравоохранения Волгоградской области. Предложение включено в национальный проект здравоохранения. Татьяна Крючкова при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области. По традиции, 1 мая в Волгограде начинается сезон фонтанов. Однако, чтобы они работали без перебоев и радовали жителей и гостей города, специалисты должны провести серьезную подготовку и тестовые запуски. Как проходили профилактика и пробное включение, расскажет наш корреспондент Ксения Колоскова. Без сомнений, искусство – это самый известный фонтан Волгограда и главное украшение набережной имени 62-й армии. Он был установлен еще в 1957 году и стал своего рода точкой отсчета, где начинаются все зеленые аллеи. Традиционно именно около фонтана искусства встречаются влюбленные, проводятся масштабные городские праздники. В этом году его официальный запуск запланирован на 1 мая. Однако, перед этим специалисты проводят целый комплекс подготовительных мероприятий. На фонтане центральном были проведены работы. Это раскрытие укрывного материала, промывка чаши, система фильтрации была промыта у нас и настройка была форсунок частично. Завтра будем уже достраивать, потому что день должен поработать у нас. Залили, как всегда, воду, добавили химию, чтобы промыла вся система. Для сухого и жаркого волгоградского климата вода и прохлада, которую дают многочисленные городские фонтаны, это настоящее спасение. Работа по их подготовке к летнему сезону ведется во всех районах. Специалисты устанавливают демонтированные на зиму элементы оборудования, налаживают инженерные системы, регулируют высоту струй и дают общую оценку состоянию фонтанов. По центральному району все исправно у нас в идеальном состоянии. Фонтаны перезимовали нормально, в хорошем состоянии у нас все. Особое внимание уделили и декоративному водоему на центральной набережной. На время холодов из пруда откачали воду и переселили обитавших там рыб в теплые аквариумы. Сейчас излюбленное место отдыха горожан уже приобрело свой обычный вид. Мы его промыли сегодня, дали воду и будем первого числа тоже он будет у нас запущен, работает. И когда будет уже тепло, когда стабилизируются погодные условия, запустят рыбу. На пруду были произведены работы, также система фильтрации. Почистили всю систему фильтрации, потому что у нас детишки есть, которые забивают этой же щебеночкой у нас. И вот, промытка системы всей. Кварцового песка засыпали нового, промыли все. И сам запуск, и чистка камней была. В этом году во всех районах города будут работать более 20 фонтанов. Совсем скоро на нижней террасе набережной планируется открыть еще 4, которые будут радовать жителей и гостей Волгограда не только прохладой в жаркие дни, но и яркими свето-динамическими представлениями. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Астраханский мост, соединяющий Ворошиловска и Центральный район и Волгограда, ежедневно испытывает огромную нагрузку. Совсем недавно завершилась комплексная реконструкция мостового перехода. Однако во время рейда межведомственной муниципальной комиссии были выявлены мелкие повреждения нового дорожного полотна. Специалисты зафиксировали мелкие выбоины в местах сопряжения полос, общей площадью около 3 квадратных метров и приседания одной решетки ливневой канализации. Информация об этих нарушениях была отправлена подрядчику. Поскольку объект находится на гарантии, то и устранять замеченные нарушения компания-исполнитель обязана за свой счет. Гарантийные работы проведены без перекрытия движения автотранспорта. Замеченные изъяны дорожники устранили в течение одного дня. Ежегодные летние отключения горячей воды давно стали настоящей проблемой жителей Волгограда. Однако такие меры необходимы, чтобы установить степень изношности тепловых сетей, не допустить их порыва и обеспечить стабильную работу во время отопительного сезона. С окончанием отопительного сезона работа специалистов не прекратилась. К сожалению, значительная часть инженерной системы Волгограда прослужила уже не одно десятилетие и часто приходит в негодность. Как мы все знаем, отопительный сезон у нас закончен 15 апреля, после чего основным направлением является опрессовка тепловых сетей. То есть помимо основных, которые идут от районных отельных, убежденных графиками, магистральных тепловых сетей, мы пополнительно опрессовываем сетями квартальной квартальной опрессовочной машины. Это делается для того, чтобы подойти из аварии к отопительному сезону 2021-2022 года. На время гидравлических испытаний абонентам также отключают горячую воду. Однако эти работы плановые, и жители домов могут ознакомиться с графиками их проведения. Опрессовка помогает выявить потенциально аварийные участки и начать их ремонт до того, как произойдет авария, и подача ресурса прекратится внезапно и на неопределенный срок. У нас 66 километров трубопровода, это почти как Кировского района. Поэтому мы отсекаем главные стволы, у нас есть врезки от дополнительной арматуры, подсоединяем гидравлические вот эти шланги в эту арматуру и давим все наши ответвления секционные и избыточным давлением до 12-15 килограмм. И слабые места при этом выявляются, они рвутся. Сделаем город чище. Под таким девизом вышли на субботник жители Волжского. Активисты, общественники, школьники и просто неравнодушные горожане со всех 12 округов привели в порядок скверы, парки и другие общественные пространства. С участниками субботника пообщалась наш корреспондент Ксения Клоскова. В Волжском продолжается традиционный месячник по благоустройству. Горожане приводят в порядок не только придомовые территории, но и большие общественные пространства. Так, жители 6 округа вместе с депутатами Волжской городской думы, воспитанниками школы искусств ЭТОС и спортивного клуба «Мужество» провели уборку на площади труда. Волжане выходят и активно участвуют в уборке города, в том числе и на общественных территориях, которые были благоустроены в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды, и также еще в рамках проекта инициативного бюджетирования. Вот данная территория, на которой мы находимся, площадь труда 19, в прошлом году она была благоустроена в рамках как раз-таки инициативного бюджетирования. Также мы планируем дальше продолжать благоустраивать эту территорию, и она у нас включена в рейтинговое голосование. Работы у участников субботника достаточно. После зимы необходимо не только убрать листву, но и позаботиться о деревьях и кустарниках. Мы сегодня начинаем наше мероприятие с площади труда 19, и всю территорию вдоль наших городских домов идем до рынка 10-16. Мы копаем деревья, мы белим деревья и убираем листво. Тем самым делаем наш город ярче, интереснее и прекраснее для наших горожан. Работы кипяты на другой общественной территории, в парке «Новый город». Волжане позаботились о молодых саженцах елей, собрали сухие ветки и прошлогоднюю листву и убрали мусор. Здесь к участникам присоединилась и команда серебряных волонтеров. Помехой им не стал даже проливной дождь. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас уже традиция, много лет подряд у нас идут эти месячники, и все жители выходят, чтобы сделать город краше. И мы всегда призываем жителей, что чисто там, где не ссорят. Поэтому мы стараемся. Вот мы проводим мероприятия. Если раньше мы просто по 10 мешков мусора убирали, то сейчас уже мусор ложат прямо рядом около наших специальных урн. То есть культура людей растет. И мы радуемся. А мы, как старшее поколение, наставники, мы работаем с молодежью. Мы говорим, ребята, комфортная среда, она создается руками человека. И сама администрация одна, не в силах весь город убрать и все. Мы должны каждый смотреть за своей территорией, около дома. Напомним, на этой неделе стартовало всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства. В Волжском, помимо площади Труда-19 и парка Новый город, в него вошли Территория между 30 и 37 микрорайонами и детская площадка в поселке Краснооктябрьский на пересечении улиц Чапаева и Лысенко. До 30 мая волжане смогут отдать свой голос за понравившийся проект. Выбранные жителями территории попадут в план благоустройства города на 2022 год. Солнце как альтернативный источник энергии. В Волжском активно развивается это направление. Несколько предпринимателей применяют в производстве солнечные батареи. Представители администрации города побывали на одном из них и лично убедились в эффективности их использования. Солнечные панели были установлены здесь еще год назад. На сегодняшний день на предприятии работают две солнечных электростанции мощностью 15 и 50 киловатт и на 25-30 процентов покрывают расходы от общего объема используемой электроэнергии. Руководство предприятия отмечает, что внедрение солнечных батарей – перспективное направление и позволяет снизить расходы на электроэнергию. За год работы солнечные электростанции уже сэкономили предприятию около 17 тысяч киловатт электроэнергии. К примеру коллег последовали и другие предприниматели, а некоторые даже пробуют внедрить экоэнергию дома. Легендарный парк имени Гагарина является одним из старейших парков города. В свои лучшие годы входил в список 300 парков России с уникальным зеленым фондом. Но со временем он пришел в запустение. В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по комплексному восстановлению культового места отдыха в Краснооктябрьском районе Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров вместе с главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым прошел по аллеям парка имени Гагарина, пообщался с волгоградцами и лично оценил ход работ по благоустройству рекреационной зоны. Еще с начала 30-х годов прошлого века парк является основным центральным парком Краснооктябрьского района. Местные жители отметили позитивные изменения в облике любимого места отдыха. Ну как здесь лучше? Конечно, прекрасно. Спасибо всем. Я как на пенсию вышла, я в 87-м году на пенсию вышла, вот по степень я каждый день прихожу. Каждый день приходите? Ну тогда вам можно сказать, что изменилось, правильно? Конечно. Здоровья вам еще раз. Спасибо. Безусловно, парк с почти вековой историей нуждался в комплексном обновлении. С 2019 года в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» на пространстве площадью порядка 11 гектаров была обустроена входная группа ограждения, установлены 100 ландшафтных светильников и свыше 50 светодиодных фонарей, проложены дополнительные прогулочные дорожки, построены детские и спортивные городки. Обновленная территория будет комфортной и безопасной. Все здесь видеонаблюдение, освещение, своя там охрана. Парк в том, чем отличается от леса, чтобы была видимость, безопасность. Обновление затронуло открытую сцену для проведения мероприятий. Мемориальную зону воинам, погибшим в Афганистане, также была создана аллея воинам-десантникам. Обновленный парк будет инклюзивным пространством. Вся парковая зона адаптирована для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Уложена тактильная плитка. Получилось, я уверен, достойно. Жители Краснооктябрского района очень по-доброму отзываются о новом парке имени Гагарина. Отзыв очень хороший. И мы прекрасно понимаем, что эту работу надо продолжать. И сегодня в городе Волгограде, в муниципальных образованиях Волгоградской области все те проекты, которые мы запланировали, реализуются в полном объеме. И считаем, что создание вот таких территорий является такой важной составляющей и для власти. Ну а самое главное, для реального повышения качества жизни людей и отдыха. Не забыли и про озеленение. Все здоровые деревья, растущие на территории парка, были сохранены. Помимо этого высадили свыше 6 тысяч новых зеленых насаждений и разбили аллеи на более чем 700 кустов роз. Комплекс работ по обновлению парка имени Гагарина продолжается. В ближайших планах обустройство веревочного городка, площадки для лазертака и других развлечений. Парк прекрасный. Практически новый парк. Требует, конечно, еще дальнейшего развития. Поступает очень хорошее предложение со стороны жителей Краснооктябрского района по развитию этой территории. Сейчас проходят обсуждения. Сегодня принято решение о серьезной работе по восстановлению, благоустройству улицы, которая здесь рядом проходит. Она тоже будет выполнена в три этапа, которая будет не только приведена в порядок, но, естественно, будут созданы и зоны отдыха, прогулочные зоны, тротуары. Работа такая комплексная идет по всей территории города Волгограда. В ходе рабочей прогулки губернатор вместе с главой города Виталием Лихачевым обсудил ряд проектов, которые будут востребованы жителями Волгограда и касаются всех районов города-героя. Одним из таких проектов является дальнейшее развитие территории около 15-й больницы. В ходе выездного совещания губернатор обозначил необходимость привести ее в порядок, обустроив новый парк и возвести дорогу, которая соединит лечебное заведение с продольной магистралью. Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на Всероссийской платформе «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Ирина Волкова, телеканал «Волгоград-1» при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Далее короткая пауза. После узнаем, какие мероприятия, приуроченные к Дню Победы, уже прошли в Волгограде и о том, чем занимаются юные исследователи истории Великой Отечественной войны у подножья горы Аюдак. Не переключайтесь, будет интересно. Центр здоровья и красоты – реальный результат. Только персональные тренировки по индивидуальным программам. В зале только вы и инструктор. Восстановление после травмы. Коррекционная танцевальная пластика и растяжка для взрослых и детей. Кому важен личный подход. Массажный кабинет. Ваша кухня потеряла свой первоначальный облик? Царапины, въевшаяся грязь. А покупка новой кухни сильно ударит по бюджету? Предлагаем вашему вниманию универсальную самоклеющуюся нанопленку «Новая жизнь». С ее помощью вы не только быстро и легко обновите свою старую кухню, но и защитите новую от механических повреждений и грязи. Два красивых цвета на выбор – золотой и серебряный. Все, что вам нужно сделать – отрезать кусок нанопленки нужного размера, снять защитный слой и приклеить нанопленку к поверхности. Нанопленка устойчива к истиранию, коррозии и к любым видам грязи. Надежное и экономное обновление вашего интерьера. Пленка фиксируется на любых поверхностях. Предназначена как для сухих, так и влажных помещений. Водостойкая и противогрибковая. Нанопленка не разбухнет и не вздуется. Вы можете наклеить пленку как на всю поверхность кухни, так и на отдельные детали, украсив интерьер по своему вкусу. Обклейте ей стену рядом с плитой и можете больше не переживать о брызгах масла от кипящих блюд. Пленка выдерживает температуру до 250 градусов. Теперь вы можете не бояться, что горячая кастрюля или сковорода оставят след на вашей столешнице. Даже если вы поставите кипящий чайник, с вашей столешницей ничего не случится. Нанопленка – стильная защита от повреждений. Наклейте пленку на стену около раковины и будьте спокойны. В лагоотталкивающие свойства нанопленки «Новая жизнь» не позволят испортить ее. Нанопленка не оставит следов клея и разводов после себя. Просто удалите ее, когда захотите сменить цвет. В комплект входит рулон из 3 метров пленки шириной 60 сантиметров. Такого объема хватит для оклейки большого кухонного гарнитура. Звоните и заказывайте универсальную алюминиевую нанопленку «Новая жизнь» всего за 990 рублей. Но это еще не все. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то получите второй рулон пленки в подарок. Торопитесь, предложение ограничено. Кухня не единственное место, где пригодится нанопленка. Вы можете использовать ее для обновления и защиты любой мебели и предметов интерьера. Обновите ваш комод в спальне и добавьте интерьеру немного блеска. Пленка идеально подойдет для защиты подоконника от влаги и следов от цветочных горшков. Нанопленка легко моется. Просто протрите ее сухой или влажной тряпкой. Такая пленка – настоящее украшение вашего интерьера, надежная защита и обновление вашей кухни и любых предметов мебели. Два красивых цвета на выбор – золотой и серебряный. В комплект входит рулон из трех метров пленки шириной 60 сантиметров. Звоните и заказывайте универсальную алюминиевую нанопленку «Новая жизнь» всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то получите второй рулон пленки в подарок. Торопитесь, предложение ограничено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Накануне международного праздника «Весные труда» в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров вручил государственные награды врачам, а также работникам сферы здравоохранения и сбережения общественного здоровья. С начала пандемии коронавируса отечественная система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. С первых дней медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с новым опасным заболеванием. В условиях новых глобальных вызовов Волгоградская медицинская школа, как часть отечественной школы здравоохранения, проявила высочайший профессионализм, показала силу и устойчивость к новым вызовам времени. И сегодня для меня большая честь от имени президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области поздравить вас и вручить вам высокие государственные награды. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского губернатор вручил сотрудникам Волгоградского противочумного института, Центра гигиены и эпидемиологии, Регионального управления Роспотребнадзора. Все они отмечены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили медики областной клинической больницы номер один. Удостоились благодарности и те, кто уже долгие годы готовит квалифицированный кадровый состав для медицинских учреждений. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен проректор ВЛГГМУ Сергей Недагода. Почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору ВЛГГМУ Татьяне Данилиной. Хочу сказать слова большой благодарности за оценку, высокую оценку нашего труда. Спасибо большое родной России, дорогому вузу, где я 45 лет почти работаю, и всем присутствующим, нашему губернатору. Спасибо большое. Совсем недавно свой профессиональный праздник отметили сотрудники скорой медицинской помощи. Подавляющее большинство его встретило на дежурстве. Их вклад в общий труд сложно переоценить. Почетные грамоты губернатора Волгоградской области награждены сотрудники клинической станции скорой медицинской помощи, врач Татьяна Копарова и фельдшер Алексей Стюхин. Большое спасибо за ваш труд в это непростое время. Хотя для медицинских работников простого времени никогда не бывает. Вы каждый день, каждый момент, каждую секунду оказываете помощь людям, защищаете их здоровье, оберегаете их, делаете все, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Екатерина Алтухова, Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Волгоградский пост номер один получил свое почетное наименование «Не просто так». Это первый в Советском Союзе юно-армейский пост. После его открытия подобные организации стали появляться во многих городах СССР. Некоторые, особенно на территории стран СНГ, со временем прекратили свою работу. Но многие продолжают принимать ребят. Тем не менее, Волгоградский пост номер один по праву считается основоположником. Первые часовые заступили на почетную вахту памяти в 1966 году. Это были ребята из школы номер 9. И с тех пор ученики именно этой школы, теперь уже гимназии номер 3 Центрального района Волгограда, заступают на пост номер один каждый юбилейный год. Пост номер один имеет долгую и трудную историю. Он был создан в ноябре 1965 года. Тогда на почетную вахту заступили ученики седьмого класса школы номер 9 Саша Воробьев и Боря Школьников. Однако в декабре того же года пост закрыли и возобновили только в апреле 1966. С тех пор сохранилась традиция. В юбилейный год вахту памяти непременно несет школа номер 9, с которой начался пост номер один. Ныне это гимназия номер 3 Центрального района Волгограда. В нашей школе традиции постовские передаются очень бережно, и поэтому у нас всегда в почетный караул большой конкурс, очень много желающих. И мы действительно проводим очень требовательный отбор, обращая внимание и на успеваемость, и на дисциплину, и на строевую подготовку, на человеческие качества. Я думаю, что это одна из форм реализации нашей исторической памяти. Ну, что значит «я помню о погибших», «я помню о тех, кто отдал своей жизни за Родину». Как можно это делать? Можно участвовать в акции бессмертного полка, можно собирать семейный архив, а можно постоять на посту номер один. Это тоже такая форма проявления гордости и памяти о прошлом. Для ребят пост номер один – это особенное место. Многие постовцы уже несли почетную вахту памяти. Но как только появляется возможность, возвращаются вставшие родными стены, чтобы еще раз прикоснуться к живой и интересной истории и почтить память защитников Сталинграда. Я стояла здесь уже в 2018 году, и когда сказали, что следующая смена будет в 2021-м, я точно знала, что я всеми силами буду пытаться сюда снова попасть. В первую очередь я испытываю чувство огромной ответственности и благодарности за то, что, неся здесь службу, неся здесь вахту, я могу выразить свое уважение к прошлому, как к моей семье лично, так и к прошлому целой страны. Здесь все подчинено строгому уставу и распорядку. В почетный караул входит почти 40 ребят. Из них формируется как рядовой состав, часовые подчастки, которые непосредственно заступают на пост номер один, так и командный. Руководит постовцами начальник почетного караула. На его плечи ложатся сложные организационные задачи. Кроме того, он должен быть хорошим примером для остальных. Караулом от гимназии номер три руководит Лев Барулин, ученик 11 класса. Тут сразу несколько моментов сошлось. То есть и назначение со стороны руководства школы, и в то же время личное желание, поскольку я уже второй раз стою на посту и понимаю, что это священная, сакральная своего рода миссия, поэтому все вот так вот совпало. Прежде всего я осознаю, что это большая ответственность для каждого из участников почетного караула. Это в то же время дань памяти предкам и определенная работа в коллективе, то есть слаженность и сплоченность. Подсчетный караул от гимназии номер три на утренний развод построен. Начальник почетного караула Барулин. Здравствуйте, постовцы! Здравия желаю, товарищ начальник штаба! Смена на посту занимает всего 20 минут. Однако для ребят это время становится едва ли не главным моментом в жизни. Кроме того, постовцы не просто несут караул у обелиска защитникам города-героя, а не сами лицо Волгограда. Вторая смена за следование на пост номер один у вечного огня город-героя Волгоград построен. Разводясь летунов, разрешите получить оружие. Приказываю получить оружие и убыть на пост номер один у вечного огня города-героя Волгограда. Есть! Встать в строй! Есть! Сабы! Для получения оружия выйти из строй! Шаг был! Парш! Несмотря на трудности, пост номер один никогда не закрывал свои двери надолго. За все годы его существования почетную вахту памяти несли более 200 тысяч юных волгоградцев. В этом году организация отмечает свой 55-й день рождения и продолжает стремиться к новым горизонтам. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». На мемориальном кладбище Мамаева-Кургана состоялась торжественная церемония захоронения защитников Отечества, останки которых были найдены в местах ожесточенных боев под Сталинградом в Городичинском районе. Поисковая операция проходила в Волгоградской области вместе с французскими участниками проекта «Сталинград-2021». Специально для того, чтобы почтить память советских солдат, отдавшим свою жизнь, для участия в церемонии захоронения приехали ветераны Второй мировой войны. Американец Чарльз Шей, француз Роже Дере и участник полка Нормандия Неман Николай Кульпов. Исторический проект «Сталинград-2021» состоялся в Волгограде как патриотическая экспедиция в места боев за Сталинград. Ее участники проводили раскопки в поселке Кузьмичи Городичинского района. Историки из Франции впервые приняли участие в проекте и были поражены тем, что спустя столько лет после Второй мировой войны останки погибших защитников еще находят. И вот их пока безымянных предают земле со всеми воинскими и гражданскими почестями. Их земной путь завершен. 37 бойцов были похоронены в братской могиле на мемориальном кладбище Мамаева-Кургана. Участники церемонии под сопровождение военного оркестра Волгоградского гарнизона возложили цветы и венки к большой братской могиле, а также к вечному огню в пантеоне славы, к могиле командующего 62-й армии Василия Чуйкова и мемориалу «Скорбящая мать». Здесь на знаменах полков соединения имена погибших воинов. На все страны приезжают сюда и находят своих родственников. Здесь воевали воины со всего Советского Союза. Мы понимаем, что это наш сыновий долг. Мы понимаем, что это наш сыновий долг. И все сделает все, что от нас зависит, для того, чтобы имена наших воинов были увековечены. А прах был захоронен со всеми воинскими почтями. Цель международного проекта «Сталинград-2021» — сохранение исторической памяти, увековечение имен героев Великой Отечественной войны, укрепление мира и дружеских отношений между странами. В том куркане похоронена война, в мирный берег тихо плещется волна. Проект «Сталинград-2021» реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством культуры, властями Волгоградской области, а также Французским национальным центром научных исследований и Национальным институтом превентивных археологических исследований Франции. На главной высоте России собрались ветераны и представители России и Франции из США, чтобы почтить память погибших в Сталинградской битве. По инициативе Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновский в Волгоград прибыли посланники мира из Франции. Ее представляют ветераны Второй мировой, общественные лидеры, журналисты. Среди них был потомок Шарля де Голля Бертран Лоран вместе со своим сыном. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодня наши друзья из Франции почувствовали любовь русского народа, жителей Волгограда. И еще раз сказать, что та история, которая была написана с нашими предками, oli и depois еще новой историей, история дружбы, сотрудничество, взаимопомощи, любви, Jiюнея и сейчас находится внутри жителей, проживающих в России и в Волгоградской области. Это история, котораяperformance регионforce франции, Bachelorемeng все-ily news. И мы попросили вас передать эти чувства жителям Франции. Уважаемый господин губернатор, я вас уверяю, что это будет сделано. И я вас заверяю в том, что французское население очень любит Россию, ее жителей и прекрасно понимает все жертвы и тот вклад, который советский народ внес в победу. Спасибо большое. Ветераны, американец Чарльз Норман Ше и французский ветеран Роже Доре, как истинные солдаты, хотя им уже больше 95 лет, возложение делали стоя. Они приехали на главную высоту России, чтобы лично почтить память тех, с кем когда-то вместе сражались против общего врага. Татьяна Крючкова при содействии пресс-службы администрации Волгоградской области. 27 апреля в Музее России «Моя история» стартовала акция «Георгиевская ленточка». Воспитанники кадетских классов муниципальных образовательных учреждений приехали в исторический парк в центр Волгограда, чтобы принять участие в этом знаковом мероприятии. Каждый день волонтеры Победы будут раздавать этот символический знак волгоградцам и гостям города. Сейчас проходит акция «Георгиевская ленточка». Мы хотим, чтобы вы присоединились к этой акции. Мы обязательно присоединимся и почтим память погибших. В 2005 году впервые была проведена акция «Георгиевская ленточка». И сегодня мы не представляем День Победы без этого важного и очень волнующего символа. Неудивительно, что лента объединяет людей всех возрастов. Каждый, кто берет ее в руки, вспоминает свою личную историю. Мой прадедушка Трепицын Сергей Иванович, он воевал, он был артиллеристом, пошел в 17 лет на войну. Он воевал на Балканском полуострове. Для меня, прежде всего, «Георгиевская лента» — это память. Память о Победе, которую совершили наши деды для нас, чтобы мы были свободным народом, чтобы у нас была воля своя. Каждый из них знает историю создания, в принципе, «Георгиевской ленточки», какой путь она проделала до наших дней. И каждый волонтер будет вручать ее человеку, объясняя, как правильно ее нужно будет носить, в принципе, что это за символ. Вместе с «Георгиевской лентой» добровольцы будут вручать и памятки, на которых показано, что носить ее нужно слева, у самого сердца. «Георгиевская ленточка, она значит для нас много, потому что это символ, единственный символ России, который остался как бы незыблем. Если сейчас нам запрещают на Олимпиадах нашу символику, то есть непосредственно государственную, то «Георгиевская ленточка», она не запрещена, и мы ее можем использовать даже на выставках на международных». Не случайно история «Георгиевской ленты» отражает главные поворотные вихи российского государства и его завоеваний. В 1769 году императрица Екатерина II учредила награду для офицеров русской армии за личную храбрость, проявленную на полях сражений – Орден Святого Георгия. Носить его полагалось на ленте из трех черных и двух желтых полос, за которой закрепилось название «Георгиевская». Во время Великой Отечественной войны лента обозначала принадлежность к гвардейским полкам. В дальнейшем появились медали с георгиевскими планками и ордена с георгиевскими лентами. В 1992 году Верховный Совет России принял решение о восстановлении российского ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест». Сегодня ленточка стала своеобразным символом майских торжеств и традиционных встреч с ветеранами. За время существования акции «Георгиевская ленточка» успела побывать на вершине Эльбруса и даже в космосе. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент в более чем 90 странах мира. Это особенно близко нам, жителям нашего города. Ветераны вас поздравляют с предстоящим большим праздником, Днем Победы. Но и уверены, что все мы, люди доброй воли, россияне, люди мира, в этой международной акции, будем эти праздничные дни и в эти праздничные дни носить этот георгиевский бант. А вообще, я скажу, не только в эти дни, а в целом, так вот в себе, внутри, в душе носить георгиевскую ленточку постоянно. А это значит чуть-чуть память. Мало кто знает, что у организаторов акции существует неформальный кодекс. Акция «Георгиевская ленточка» не коммерческая и не политическая. Она выражает уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим всё для победы. Георгиевская ленточка не является геральдическим символом, распространяется абсолютно бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителям торгового учреждения в обмен на покупку. Георгиевская ленточка – символ несломленного духом народа, который боролся и победил фашизм в Великой Отечественной войне. Я хочу, чтобы люди все принимали в этом участие, чтобы знали, откуда у нас георгиевская ленточка, что она значит, где её нужно носить, как правильно. Кто не знает, рассказать историю георгиевской ленточки. С 29 апреля и до 9 мая волонтёры Победы будут раздавать георгиевские ленты во всех районах Волгограда, чтобы каждый из нас мог присоединиться к акции, посвящённой 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Спасибо, и вас наступающее. Татьяна Грючкова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Живая память. Ежегодно в преддверии Дня Победы юные волгоградцы приходят в гости к ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником, отдать дань уважения и послушать фронтовые воспоминания. Активисты общественной организации, Содружества выпускников детских домов, дети всей страны и школьники города встретились с ветераном войны, участником Сталинградской битвы и битвы за освобождение Севастополя, почётным гражданином города-героя Волгограда Евгением Фёдоровичем Роговым. Наша задача была не допустить немецкие войска перерезать Волгу в районе Астрахани, потому что из-за Кавказья шло вооружение, оборудование, продовольствие. Фронтовых историй у Евгения Фёдоровича много. Он ушёл на фронт, едва окончив школу в декабре 1942-го. Совсем юный, считай мальчишка. Не испугался ни огня вражеских пушек, ни свиста пуль, ни рёва самолётов, что бомбили родину. Сначала попал на курсы младших лейтенантов Сталинградского фронта. Через четыре месяца получил назначение на должность командира взвода 1275-го стрелкового полка 387-й дивизии 28-й армии Южного фронта. Дважды был ранен, но после госпиталя каждый раз возвращался на передовую, участвовал в освобождении Севастополя, а после встретил победный май 45-го в Румынии. Как дороги нам ваши воспоминания, ваши слова. Мы сейчас с таким удовольствием слушали каждое ваше слово, запоминали. Потому что это настоящая история. История, которая рассказана очевидцам. И не просто очевидцам, а героям. Память о боевых буднях свежа до сих пор. Времени не подвластно стереть лица фронтовых товарищей. И встречи с ветеранами дают возможность сохранить эту историю и передать её будущим поколениям, воспитать настоящих патриотов. Это ежегодные наши встречи, так как хотим, чтобы наши дети знали историю Великой Отечественной войны, чтобы у наших детей было чувство патриотизма, чувство гордости за нашу Родину. Ведь увидеть и услышать истории из первых уст, я считаю, что это дороже любой книги. А их так мало уже осталось ветеранов. Сами ребята признаются, что встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и детьми военного Сталинграда ждут с особенным трепетом. Эта встреча много для меня значит. Потому что вспомнить и узнать многое о подвигах таких людей, которые много пережили, которые сделали очень много для того, чтобы сейчас мы могли спокойно жить, спокойно существовать. Поэтому я очень благодарен им. Чтобы память об этой встрече осталась и у Евгения Фёдоровича, ребята подготовили ему памятные подарки, часть из которых сделали своими руками. Для ребят это чувство гордости, это чувство патриотизма. У нас все ребята в нашей дружной команде занимаются волонтёрством, делают поделки. Вот сегодня они подарили ветерану своими руками сделанную разделочную доску с символикой 9 мая. Выжгли картину там и подарили ветерану от себя на память. Евгений Фёдорович поблагодарил ребят за внимание и проводил подрастающее поколение на путстве. Мы всегда сейчас говорим и всего вам здоровья, здоровья, здоровья и мирного неба над головой. Вот победа в Великой Отечественной войне обеспечила пока мирное небо. Так надо таким трудом в вузах, школах, на полях, на заводах, везде и всюду добиваться таких успехов, чтобы в конце концов ни один агрессор не решился вступить в бой с нашей страной. Вот это самое главное. Ирина Волкова, Андрей Сабитов, телеканал Волгоград-1. Скромные фронтовые треугольнички, открытки, почтовые карточки. В них заключена маленькая личная история каждого солдата Великой Отечественной войны. Специалисты Волгоградского областного архива бережно собрали эти свидетельства минувшей эпохи и подготовили целую выставку, которая объединила более 60 фронтовых писем. Подробности расскажет наш корреспондент Ксения Колоскова. А для тебя, родная, есть почта полевая. Зачастую именно эти потрепанные треугольнички, написанные в спешке на привалах, из полевых госпиталей, в короткой передышке между атаками становились единственной тонкой ниточкой, которая связывала бойцов с далеким домом. А родные всегда с трепетом ждали любой, хоть и самой короткой весточки от ушедшего на фронт сына, брата, мужа или отца. В этих боевых условиях, в эти тяжелых, постоянно и днем и ночью солдаты писали письма на родину. Гардерок солдата состоял из шинели, автомата или винтовки или пулемета. В этих условиях только стол для написания письма, это был котелок. Вот на котелке лист бумаги, который там где-то нашелся, замполит там, дал и так далее. И мы писали вот эти трехугольники. Во многих семьях бережно хранят уцелевшие фронтовые треугольники. Однако даже самая плотная бумага за почти 8 десятилетий истончается, выцветают чернила, и полные тепла и любви строки могут навсегда исчезнуть. Поэтому специалисты Волгоградского областного архива обратились с призывом отдать сохранившиеся письма на вечное хранение в особый фонд. В 2020 году мы запустили проект под названием «Письма Победы», где попросили граждан принести письма, которые хранятся у них в семейных архивах, письма, документы и так далее, военных времен. Кроме того, соучастниками проекта был Волгоградский военкомат. Люди активно откликнулись на наш призыв и приносили, сдавали в архив на государственное хранение свои документы времен Великой Отечественной войны. Это, как я уже говорила, фотографии, письма, удостоверения и иные документы, которые были обработаны и включены в архивный фонд, переданным на постоянное хранение. Фронтовые письма часто сравнивают с солнечными лучами. Даже если солнце погаснет, его свет продолжит идти. Так было и на войне. Семья получала письмо, а их сына, брата, мужа уже не было в живых. Здравствуйте, мама и братишка Миша. Здравствуйте, последний раз. Прощайте навсегда. Больше я не получу от вас письма. И вам не нужно ждать. По-моему, вам, мама и братишка Миша, понятно почему. Меня уже больше нет. Больше я не увижу вас, мои дорогие. А вы не увидите меня. В далеком Балтийской Эстонии во имя свободы и независимости нашей великой Родины отдал я свою молодую жизнь без капли сожаления и страха перед смертью. Это письмо тронуло меня до глубины души. Мне очень жалко этого героя, который сражался за мирное небо над головой, за свою Родину. Письма были для бойцов способом не только сообщить домой о своем самочувствии и положении дел на фронте, но и еще раз передать родным и близким свою заботу, любовь и нежность. Здравствуйте, мои дорогие. Любимая, новоуважаемая мамочка. Любимая сестрица Зина. Браточки Боба и Васи. Бабушка Феня. И все-все родные. Начлю свой плановый христианский привет. Мамочка и вся моя семья. Сообщаю вам, что я еду на фронт. Мамочка, я не доучился до конца, так как был получен приказ о выезде на фронт. Мамочка, обоценивайся, береги свое здоровье. Берегись домой жив и здоровье. Оно меня очень тронуло, потому что парень, который писал это письмо, он очень любил свою маму, родных, которым он это писал. И эту любовь, которую он хотел вложить в это письмо, я почувствовала. Все собранные областным архивом документы войдут в большой сборник письма Победы, выход которого приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1. Международная детская военно-историческая ассамблея «Вечный огонь» проходит в Крыму с 22 апреля по 10 мая. Около 300 школьников из разных уголков России съехали в детский центр «Артек». О том, чем занимаются юные исследователи истории Великой Отечественной войны у подножия горы Аюдак, смотрите в нашем сюжете. Они приехали в Крым из 49 регионов страны. В этом году 284 российских школьника участвуют в Международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь». Их цель узнать больше о Великой Отечественной войне в преддверии Дня Победы, подписать декларацию «Дети за мир» и, конечно, плодотворно отдохнуть. Я написала сочинение про то, как жила моя бабушка во время войны. Мне всё очень нравится, здесь очень круто, мы постоянно в движении, постоянно веселимся. Вчера мы выступали, мы танцевали, мне очень понравилось. Над 20 дней лагерь морской детского центра «Артек» стал для ребят домом, площадкой для отдыха и учебных исследований. Утром зарядка, вкусный завтрак и тематические занятия. Сегодня в программе «Сом» сетевой образовательный модуль. Сначала изучаем географию полуострова и решаем тесты. Затем творческая часть, рисуем плакаты в поддержку партизанского движения. И, наконец, пишем сочинение о своей семье и её вкладе в Великую Победу. После обеда квесты о природе и экологии Крыма, а потом занятия в спортивном городке. За всем следит опытный инструктор. Он подскажет, как правильно бегать и заниматься силовыми упражнениями. Да и на стенку тоже поможет залезть. В рамках смены пройдёт фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. И к нему нужно хорошо подготовиться. А вечером после общего сбора отряда можно отдохнуть и немного потанцевать. Завтра новый день, новые задачи и свершения. Вы смотрите обзор самых заметных тем минувшей недели. Мы прервёмся на небольшую рекламу, а далее продолжим обсуждать главные события прошедших семи дней. Распродажа. Гранитный памятник с портретом и установкой всего за 17 тысяч рублей. Мастерская Короткого. Телефон 504-400. 504-400. Премьера. Островский. Блистательные звёзды театра и кино в спектакле «Счастье у каждого своё». 25 мая. ЦКЗ 50-15-50. Группа «Чаев» в Волгограде. Юбилейный концерт состоится 31 мая в ЦКЗ 50-15-50. Ваш ребёнок едет в детский лагерь? Оформление обменной карты от 1200 рублей. Детская поликлиника «Маргоша». Телефон 43-99-88. Волгоградскому заводу буровой техники требуется контролёр ОТК-дефектоскопист. Заработная плата от 45 тысяч рублей до вычета налогов. Обязанности. Выходной контроль готовых товаров. Выявление технологических несоответствий и причин возникновения брака. Проверка качества используемого сырья. Оформление сопроводительной документации. Сертификатов, дефектных ведомостей, паспортов качества. Сверка реальных параметров выпускаемой продукции с эталонными показателями, указанными в технической документации, чертежах и ГОСТах. Требования. Среднее техническое или высшее образование. Умение читать чертежи и проектную документацию. Навыки управления контрольно-измерительными приборами. Аттестация ВАИК и УЗК. Внимание к деталям. Знание технологии производства и ГОСТов. Опыт работы от одного года. Что мы предлагаем? Официальное трудоустройство строго по Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная белая заработная плата выплачивается два раза в месяц, с 15 и 30 числа. Оплачиваемый отпуск и больничные листы. График работы 5-2 по 8 часов. Работникам предоставляется СИС, инструмент, спецодежда, лето-зима и спецобувь, бесплатное прохождение медосмотра, наличие профсоюза, который предоставляет путевки и подарки. Агентство больших возможностей при поддержке администрации города Волгограда представляет благотворительный концерт группы «Сургановый оркестр» 17 мая в 19.00. Заградный клуб «Нефтяник». Вырученные средства будут переданы в Волгоградский городской совет ветеранов. Телефон в Волгограде 33 34 94. 6 мая в Волгоградской филармонии пройдет вечер памяти Вадима Венедиктова. Спустя год после ухода из жизни маэстро его друзья, коллеги и поклонники соберутся в центральном концертном зале, чтобы отдать ему дань уважения и памяти. Начало 18.30. С 15 марта по 16 мая в Волгограде проводится международный фотоконкурс «Пространство потенциала». Впервые горожане сами предложат точки развития экспертам из Австрии, Венгрии, Голландии и России. Победители получат ценные призы и возможность реализовать свою идею. Конкурс организован Айно Кека «Пространство и культура» при поддержке генерального партнера сети «Кафе Капучино», а также администрации города и социально активного бизнеса. Приглашаются все желающие от 14 лет. Участие бесплатно. Регистрация и подробности на сайте www.keco.defezspace.org Изменим Волгоград вместе! Мастерская Новикова изготовит и доставит памятники из гранита и из мрамора. От эконом до премиум-класса с установкой в Волгограде и области. Собственное производство с 1985 года. Работают филиалы в городах Волгоград, Михайловка, Котельниково и Волжский. Пенсионерам скидки. Мастерская Новикова. Жизнь, остановленная в камне. Мастерновиков.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. В Волгограде подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года». В этом году в нем приняли участие 21 педагог. В финале встретились 10 лучших. Им предстояло провести мастер-классы, занятия с детьми в незнакомых группах, ответить на вопросы организаторов. Все испытания позади. Кто стал лучшим, узнаем из нашего следующего сюжета. «Воспитатель года» – один из самых молодых конкурсов профессионального мастерства в России. В этом году он проводится 11 раз подряд. Главные кураторы конкурса в регионе – Комитет по образованию Волгоградской области и профсоюз образования. Это конкурс как возможность привлечь внимание общественности к тем задачам, к тем спорным вопросам в системе дошкольного образования. И каждый год мы видим достойных победителей, у которых хочется учиться, которым хочется ехать и, самое главное, которым не боязно, а почетно отдать своих детей. В этом году в конкурсе принял участие 21 педагог дошкольного образования. Все они лучшие в своем деле, внимательные, трудолюбивые, настоящие профессионалы своего дела, беззаветно любящие свою работу и, конечно же, наших детей. Соревнования проходили в несколько этапов. Сначала отборочный тур, по результатам которого были определены 10 финалистов. Затем основные состязания, мастер-классы, педагогические мероприятия с детьми и ток-шоу «Профессиональный разговор». Вы знаете, получила огромный спектр эмоций, начиная от страха и заканчивая, наверное, внутренней самовудовлетворенностью, убежденностью, что ты все-таки еще что-то можешь, ты на что-то способен, себя показал, других увидел, научился у них чему-то новому, что в твоей жизни еще не было. Хочу сказать, что конкурс – это здорово. Это новые знакомства, новые возможности, это новый опыт, и я думаю, что дальше будет только лучше. Воспитатель года – это не просто очередной конкурс профессионального мастерства. Это еще и один из этапов плановой работы по поддержке дошкольного образования в Волгоградском регионе. Для повышения престижа профессии воспитателя и оснащения детских садов сегодня делается очень много. Только за последние годы было реконструировано или построено 66 дошкольных учреждений. Воспитатели постоянно совершенствуют свои педагогические навыки и мастерство, в том числе и благодаря проведению этого конкурса. По итогам этих конкурсных испытаний пополняется наше профессиональное сообщество. Это наши советы разные, это ассоциации педагогические, клубы, потому что лучшие практики не должны заканчиваться вместе с тем, как заканчивается какой-то конкурсный этап. Они должны жить, продолжаться. Это все очень-очень важно в становлении и развитии личности ребенка. В этом году финал конкурса проходил на сцене Волгоградского социально-педагогического колледжа. Место выбрано не случайно. Вот уже много лет это учебное заведение готовит кадры для детских садов. Такой шанс, во-первых, сравнить себя с другими профессионалами, во-вторых, свои методические разработки представить в формате регионального конкурса и потом иметь перспективу на федеральный уровень. Конечно, это мощный толчок для профессионального развития каждого воспитателя, каждого педагога. В этом году жюри конкурса выбрать лучшего воспитателя было особенно сложно. Все участники показали высший уровень профессионального мастерства. С такими педагогами и поиграть, и поучиться не страшно. В нашей профессии самое главное – любить детей. Потому что, если этого нет, никакие технологии, никакие методы, какие бы они ни были современные, они не помогут сделать профессию воспитателя такой, какой ее ожидает увидеть общество родителей. Конечно, детям. И все же лучшей в своей профессии в этом году стала Юлия Николаева из Кировского района Волгограда. Именно она отправится представлять наш город на России. Поэтому приз от Волгоградского областного профсоюза образования сертификат на оплату орграсходов по участию во всероссийском этапе пришелся как нельзя кстати. Накануне майских праздников и Дня Великой Победы учреждения культуры подготовили обширную программу. В библиотеках и детских центрах творчества пройдут акции и встречи с участниками военных событий. Многие примут участие в онлайн-мероприятиях. Это по-прежнему актуально в связи с соблюдением эпидемиологических требований. Бессмертный полк литературных героев пройдет в областной детской библиотеке. А в Горьковке состоится акция «Благодарим за победу». В то же время любой из нас может найти новую информацию о военной истории из книг. Ответ на вопрос, нужно ли знать всю правду о войне, кажется очевиден. Конечно, нужно. Особенно если учесть, что за 76 лет, прошедших со Дня Победы, эту правду преподносили в основном с учетом идеологического заказа. Отрадно, что появилось много авторов, которые по собственной инициативе без лишней ангажированности собирают документы и свидетельства очевидцев и издают книги даже о хорошо изученных и описанных в литературе сражениях. Вот такой автор есть Егор Кобяков. Имя неизвестное абсолютно. И, значит, оказывается, этот человек вовсе не историк. У него техническое образование. Живет он в маленьком городке Лесогорске Красноярского края. В один прекрасный момент, изучая события Великой Отечественной, он понял, что очень плохо освещены... Да, ему очень понравилась вот эта тема Сталинградской битвы. Плохо освещены уличные бои конкретно. Какой-то уличный бой, если взять, то мы ничего о нем не знаем. И этот человек решил посвятить этому свое свободное время, свою деятельность. И у него это прекрасно получилось. Вот здесь он в каждой главе рассказывает, например, вот как у нас в Центральном районе воевала 13-я гвардейская дивизия, как дом Павлова отстаивали, как в Центральном районе та же гвардейская дивизия 13-я отстаивала вокзал. В книге использованы фотографии, опубликованные впервые, которые были найдены в личных архивах и спецхранилищах. И несмотря на то, что книга была издана год назад, в период самоизоляции, читатели узнали о ней быстро, и до сих пор она пользуется спросом. Благодаря новым авторам и особому интересу к теме войны, полки и магазинов, и библиотек постоянно пополняются. А если учесть, что историческая правда и справедливое освещение военных событий потребовались сегодня и как оружие, и как политический ресурс, каждый месяц появляются новые документально-исторические и художественно-публицистические произведения. Но если ты изучал историю по диверсанту, по штрафбату, по бесславным ублюдкам, то, конечно, эту книгу нужно обязательно читать, как освещаются военные события в последнее время. И как раз Мединский тут раскрывает мифы, связанные с Великой Отечественной войной. Например, вот что более миллиона русских воевало за Гитлера. Допустим, он опровергает, что еще, про заградотряды. Вы знаете, что такие заградотряды существовали, которые шли за нашими солдатами за спиной, то есть не давали им ни шагу назад сделать и заставляли воевать. Я думаю, что наш народ гораздо более патриотичен и больше любил свою родину, чем это пытается показать. Ну то есть вот эта книга как раз про эти мифы. Впрочем, не только серьезные исследования с богатым иллюстративным материалом и событийной фактурой сегодня в тренде. Интересно, что большим спросом пользуется то, что мы называем школьной классикой. Например, повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. Издается и представлена сегодня на книжных полках. Даже те, кто в свое школьное время прочел повести Бориса Васильева, сегодня ищут новинки в современном исполнении. Одна из любимых – это «О зоре здесь тихи», которую мы читали в школе. У нас был школьный спектакль, и до сих пор помню очень много. Это одна из любимейших моих книг. Вы держите книгу в руках комикса «Сталин». В мое детство это даже представить себе было невозможно, чтобы такое вышло. А сейчас почему вы ее взяли? Интересно то, что это новый формат, новое видение. И, может быть, это более доступно для молодежи. Может быть, дети из этого выучат историю и будут помнить. Она была, ее нельзя вычеркнуть. Авторов многих книг люди узнают благодаря сайтам, на которых разыскивают участников Великой Отечественной войны. Истории, размещенные в электронном виде, служат основой для книжных изданий. Алексей Исаев и Артем Драбкин, который ведет сайт «Я помню». Вот эти два автора написали вот этот красивый том. Здесь отражены заново как бы все важные события, начиная от обороны Брестской крепости и заканчивая битвой за Берлин. Алексей Исаев, как про него говорят, это человек, которому можно верить. Слово его можно верить. Поэтому его книги мы читаем с удовольствием. И еще одна книга «Мифы и правда о маршале Победы». А здесь о Георгии Константиновиче Жукове сказано. Потому что он единственную достоверность чести принимать парады. Такой человек. И он постарался здесь тоже осветить всю правду о Георгии Жукове, которая до этого нам не была известна. И, как уже упоминалось, часто телефильмы становятся поводом изучить события из достоверных источников. И тогда уже сами читатели судят о событиях через печатное слово. Например, практически выдуманная и мистифицированная история в фильме «Белый тигр» вызвала большой интерес к вооружению советской армии того периода. «Когда ты читаешь книгу, все-таки ты представляешь то, что ты представляешь лично, а не то, что представил режиссер. В первую очередь, все-таки переживания людей. И это наша история, которую забыть невозможно, на самом деле. Как бы ее не меняли и что-то не придумали. Все мы так или иначе имеем родственников, которые прошли войну. И так или иначе. Поэтому все мы относимся к этому, и это не измените». «Ну, наверное, все видели фильм про подольских курсантов. Вот посвящен это том вот этим мальчишкам вчерашним, которые защищали подступы к Москве со стороны Варшавского шоссе. До Москвы оставалось 200 километров. Немцы прорвали нашу оборону, и мы еще не были готовы к боям. Вот эти мальчишки, пехотные, артиллерийские училища, они держали оборону пять дней». Пережить эти события можно наедине с собой, держа книгу в руках. Такие минуты бесценны, потому что проникают глубоко и становятся навсегда личной историей. Не случайно говорят, книга ведет нас по жизни и всегда дает то, что мы ищем. «В школьный период своей жизни я довольно много участвовала в викторинах, посвященных войне, в частности, в Сталинградской битве. А однажды мне достался вопрос о том, какой экономический урон нанесли фашисты Украине, и не смогла найти ответа на этот вопрос даже в библиотеках. И сегодня вот здесь я его нашла». Длинные праздники вновь становятся поводом побыть наедине с собой и заполнить какие-то пробелы. Книги легко помогут в этом, особенно в изучении военных событий. Татьяна Крючкова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Всероссийская акция «Библия ночь» стала замечательной весенней традицией для всех читающих россиян. Каждый год выбирается основная тема, которая проходит красной нитью сквозь все мероприятия акции. «Библия ночь-2021» прошла под девизом «Книга – путь к звездам». Праздничные мероприятия проходили во всех библиотеках страны, и наш регион не стал исключением. 24 апреля читателей Волгоградской областной библиотеки для молодежи ждала насыщенная, познавательная и развлекательная программа сразу на двух площадках – «Первый» и «Космос русской классики». Библиотекари придумали и воплотили в жизнь уникальные мероприятия, в очередной раз удивив своих посетителей. Космическая тема стала лейтмотивом всех лекций, мастер-классов, викторин, конкурсов, квестов и концертных номеров. На площадке «Первый» развернулись события, посвященные 60-летию со дня первого полета человека в космос. И приуроченные к празднованию Года науки и технологий. Гости мероприятия послушали лекцию загадки Красной планеты, побывали в импровизированной Звездной академии, где проверили свои знания о космосе, побывали в тренировочном лагере «Космодесантники», где ощутили себя астронавтами-новобранцами. Кроме того, участников «Библия ночи» ждала интерактивная игра, взлетевшая ввысь. Им предстояло ответить на вопросы о героях известных фантастических произведений. Ре Брэдбери, Терри Пратчета, Говарда Лавкрафта, Кира Балучева, Аркадия и Бориса Стругацких и других известных писателей-фантастов. На мастер-классе «Крылья свободы» все желающие смогли спроектировать и построить космический корабль в технике оригами. А после всех ждала мини-постановка театра теней «Одиссея» Скайокера. На второй площадке библиотеки, которая получила название «Космос русской классики», и участникам рассказали о предстоящем юбилее Михаила Булгакова. В мае отмечается 130 лет со дня рождения писателя. Булгаковская тема была заметна во всем. И в оформлении зала в духе знаменитого изречения «Рукописи не горят», и в событийном наполнении вечера. Открыла площадку лекция «Демонология Булгакова». Творческий коллектив «Библиоперфуменс», состоящий из сотрудников и читателей библиотеки, подготовил постановку в формате иммерсивного театра «Нехорошая квартира». После чего вдохновленные гости мероприятия смогли сами стать писателями на мастер-классе «Пиши, как Булгаков». Гости «Библионочи-2021» отметили, что интересно провели время, погрузившись в мир космоса и хорошей литературы. В Булгоградской филармонии состоялся заключительный концерт фестиваля оркестров народных инструментов России. В нем участвовали крупнейшие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Астрахани и Белгорода. В сопровождении оркестра имени Калинина выступили талантливые солисты-виртуозы Национального академического оркестра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Исконно русский народный инструмент гусли на несколько минут погружает зрителей в атмосферу старой Одессы, передавая и тонкую иронию, и открытые чувства, и особый еврейский колорит, и русскую удаль. Несколько пластов звучания в компактной музыкальной форме открывают для слушателей исторический контекст народной музыки. Фестиваль оркестров народных инструментов России, посвященный 160-летию со дня рождения Василия Андреева, основателя первого великорусского оркестра, стал большим и важным событием для слушателей и музыкантов. Он охватывает, в общем-то, несколько регионов России, и, естественно, все, что происходит сегодня, увидит, по сути, вся Россия. Потому что буквально через пару недель, значит, я буду в городе Белгороде, где будет проводиться всероссийский семинар дирижеров, парад дирижеров, вот, где мы, я встречусь со своими коллегами, у нас сейчас народных оркестров в России порядка 89. В жизни региона, мне кажется, очень важно, что возродилась эта традиция фестивального движения народных оркестров, которая была начата в 2005 году, и, слава Богу, сейчас она получила продолжение. Пока в таком формате. К нам приехали замечательные солисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова. В фестивале участвуют крупнейшие оркестры русских народных инструментов России, Краснодара, Астрахани, Белгорода. На Волгоградский этап форума приехали солисты национальных академических оркестров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Виртуозы Константин Захарата, Любовь Муравьева, Константин Носарев. Если ты выходишь на сцену, и зритель тебе благодарен, то эта музыка достойна будет называться народной. Ну, конечно, проще всего ассоциируется Волгоград с народными обработками, будь то лирика, будь то хоровые и плясовые пьесы. Это, конечно, все ближе всего и ярче всего воспринимается зрителям. Каждый солист словно погружал зрителей в мир своего исполнительского мастерства. Обычные, давно знакомые мелодии, которые узнаются с первых аккордов, открывали и рассказывали новые истории, дарили ощущение радости и настоящее веселье. В этот вечер было много открытий. Музыка подключала и музыкантов, и зрителей к новым духовным сферам. Происходило глубокое проникновение в музыку. Если в данный момент я играю такую музыку, то я стараюсь погрузиться. Не всегда, конечно, это получается. Иногда больше, иногда меньше. Но, мне кажется, самое главное, не столько сыграть все ноты правильно, хотя это тоже важно, сколько передать что-то, что композитор заложил в музыку, может быть, что-то, что ты от себя привнес в это. И если у тебя получается, и причем, можно сказать, что не только у тебя получается, если у тебя куда-то получается подключиться, то получается что-то хорошее на сцене. И как тут не признать, что и солист, давно полюбившийся волгоградцем, и его инструмент, аккордеон, в какой-то момент стали народными. Вот как происходит получение звания «Народный исполнитель». Музыка моментально проникает в души зрителей, и они успевают ее и понять, и полюбить. Несмотря на то, что аккордеон не является оркестровым инструментом, его диапазон и возможности легко вписываются в концепцию и симфонического, и русского народного оркестра. Интересно, что первый коллектив народных инструментов был создан в Санкт-Петербурге балалайшником Василием Васильевичем Андреевым, как кружок любителей игры на балалайке. После успешных концертов получил название «Великорусского оркестра». Нынешний фестиваль объединяет самых разных исполнителей из всех регионов России. В Центре культуры и досуга Быкова Волгоградской области состоялась выставка, организованная сотрудниками и юными живописцами Детской художественной галереи. Необычность традиционной экспозиции в том, что ее авторы живут в Китайской народной республике. Источником вдохновения для их работ стало творчество русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Более 4000 рисунков, посвященных очередной годовщине со дня рождения Пушкина, прислали воспитанники художественных школ из Китая на международный конкурс в Волгоградскую областную детскую художественную галерею. И лишь несколько десятков были отобраны для участия в передвижной выставке и мастер-классе в Центре досуга Быковского муниципального района. Имя Пушкина стало известно в Китае в 1900 году. Первое его произведение на китайском языке было опубликовано в 1903 году в Шанхае. Это повесть «Капитанская дочка». По-китайски его имя звучит «Пу-Си-Дзинь». Используется с любовью и популярностью у китайского народа. Сразу после открытия выставки в Быковском центре культуры и досуга сотрудники Волгоградской художественной галереи провели мультимедийную лекцию «Образ Пушкина в картинах русских художников» и мастер-класс по графическому иллюстрированию сказки Пушкина «Золотой петушок». Ежегодно Волгоградская областная детская художественная галерея проводит выставки, конкурсы, интерактивные занятия, посвящённые русским художникам, поэтам и писателям. Ценность этой передвижной выставки в том, что юные авторы из далёкого Китая пытаются понять поэтический дар Пушкина, перипетии его судьбы и передать традиционными для китайской школы живописи изобразительными средствами. Такие приёмы изображения, как сочетание объёмных, выходящих за пространство картины декоративных элементов с живописным пространством дальнего плана, очень оригинальны. Мне очень понравились работы детей из Китая, которые нарисовали нашего замечательного писателя Александра Сергеевича Пушкина. Мне очень понравились работы, выполненные в технике акварель, а также пастели. Мне очень приятно в эти весенние дни принимать замечательную выставку, выставку нашего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, по чьим произведениям дети Китайской Народной Республики рисовали замечательные картины, сказочные картины, удивительные. Дело в том, что, конечно, наши русские художники отличаются несколько самобытных китайских художников. И нам, боковчанам, приятно видеть рисунки детей из далёкого Китая. Интересна интерпретация пушкинских сюжетов. Старик из сказки о золотой рыбке предстаёт перед нами в азиатской шляпе на фоне рейсовых террас. А сам Пушкин в снах китайским детям является в паре с Мишкой Пандой, пролетающим над Великой Китайской стеной. Здесь все работы выполнены в одной технике, но все они очень яркие, разнообразные и красочные. Работы очень яркие, индивидуальные. Проявляется богатая фантазия детей, творческая индивидуальность. Все работы отличаются выразительностью, яркостью и неповторимостью. Произведения Пушкина спустя более чем два столетия вдохновляют, восхищают и радуют всех читающих людей во всём мире, не только русскоязычных. Это лишнее доказательство того, что сила культурного наследия способна объединять не только творческих людей, но и целые народы великих держав. Татьяна Крючкова при содействии Волгоградской областной детской художественной галереи. Поговорим о финансах. В мае курс рубля будет снижаться из-за действия сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года. Поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики. Ну а теперь о курсах валют по данным Центрального банка России. Доллар торгует по 74,84 рубля, евро по 90 рублей 58 копеек. Витамины необходимы каждому организму и нашей четвероногии. Друзья, не исключение. Как подобрать витамины домашним животным и при каких признаках авитаминоза стоит бить тревогу, узнала моя коллега Ирина Волкова. Хозяйка котов, долгожителей перса Тимоши и гладкошерстного кота Кеши заботится о своих питомцах, покупая им сбалансированный корм и витамины в ветеринарной аптеке доктора Чулковой на улице 40 лет в ЛКСМ-8. Правда, в этот раз она заглянула в аптеку доктора Чулковой на улице 40 лет в ЛКСМ-8 за лакомством не для своих питомцев, а для уличного щенка. Выбрала корм, обогащенный витаминами, ведь животным, особенно в период роста, очень важно получать необходимую дозу полезных веществ и микроэлементов. Витамины необходимы для регулирования обменных процессов в организме животных. Дефицит витаминов приводит к нарушению обмена веществ и вызывает различные авитаминозы. Признаками авитаминозов являются потеря аппетита, слабость, истощение, задержки в развитии, в росте. С сезонными периодами авитаминозов традиционно являются весна-осень. Но кроме того, животные нуждаются в дополнительной витаминной поддержке во время беременности и лактации, в периоды роста инфекционных заболеваний, после операций и травм, и даже в период транспортировки. Ведь для животного это дополнительная стрессовая нагрузка. В организме животных витамины активно участвуют в ферментных процессах. Без них невозможно нормальное расщепление, усвоение белков, жиров, углеводов, солей. Особо важными витаминами являются витамины А, Д, Е. А если сочетать витамин Е с витаминами А и Д, они усиливают свое действие. Витамин А отвечает за функционирование и здоровье эпителиальных тканей. Витамин Д способствует правильному усвоению фосфора и кальция в ЖКТ. Кроме того, недостаток витамина Д у молодняка в период роста и развития провоцирует рахит. Витамин Е регулирует обмен жиров, углеводов и окислительно-восстановительные процессы. Все эти витамины продаются как отдельно, так и комплексами в сети ветеринарных аптек доктора Чулковой. Самыми известными брендами витаминов являются Эксель, Формавит, Омега, Биофар. Все данные витамины представлены в разных формах. Порошки и таблетки можно давать питомцу вместе с готовым кормом. Как правило, питомцы с удовольствием едят такие мультивитаминные лакомства. Но в сети ветеринарных аптек доктора Чулковой есть и более оригинальные варианты для самых искушенных домашних любимцев. Также витамины есть в жидком виде. Появился у нас такой новый напиток с пивными дрожжами, который улучшает качество кожи, шерсти. Витамины и правильное питание помогают избежать многих проблем со здоровьем домашнего любимца. Однако стоит помнить, что при наличии сложных симптомов необходимо обращаться к ветеринару. Екатерина Алтухова, Ирина Волкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». 2 мая в Волгограде переменная облачность, дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 20. Это были большие новости, обзор главных тем минувшей недели. Его представляла я, Екатерина Алтухова, и мне помогали мои коллеги из редакции телеканала «Волгоград-1». Мы продолжаем следить за развитием событий. Все интересные новости, актуальные комментарии и видео в нашем эфире, а также в телеграм-канале и в инстаграме «Волгоград-1 ТВ». Подписывайтесь, читайте, смотрите, оставляйте свои комментарии. Не переключайтесь, оставайтесь на первом круглосуточном канале региона «Волгоград-1». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok